Продолжение следует... Открылась неделю назад. А после этого передам слово главному участнику сегодняшней встречи, Евгении Суствой. Женя Прияткова сегодня с вами на эту лекцию к нам. И надеюсь, это будет важный и интересный разговор. Ну что, собственно, вышел 18-й трансфит. Мы пока не называем это презентацией. Презентация, сразу скажу, будет 12-го июля на новой сцене Александринки. Можете поменять себе. Ано появится в понедельник. И, собственно, тема этого номера, которая звучит как какие-то другие письма, и определила вектор теоретической программы. То есть, как видите, эти названия рифмуются. Но есть важное отличие. Про номер, я надеюсь, мы уже достаточно много жужжали в интернете, и вы как-то так уже привыкли к этому словосочетанию. Что такое другие письма. Представляете? Хотя мы сами еще не до конца представляем, что это за гибридный такой концепт. Но вот тексты действия, тексты действий, е или тексты действий, и это теоретическая программа, которая берет на себя скорее театральную часть, драматургическую часть вопроса. Целый номер состоит как из текстов по театре, текстов для театра, так и из текстов по теории письма. И про это в большей части мы будем говорить на презентации. А театр, как тема, требующая не просто отдельного, серийного и последовательного обсуждения, она будет сконцентрирована в этой программе, которая началась на прошлой неделе. Еще пару мероприятий пройдут в июле, и впоследствии она возобновится осенью. То есть мы разговор только начинаем сейчас. Вот. И, собственно, тексты действия, это, как вы понимаете, опять же, некоторая спекуляция, если угодно, в хорошем смысле этого слова, на тему конвергенции текстов, которые звучат со сцен, на сцене, и тем самым обращенными действиями, тексты, которые становятся скриптом для некого действа в театре, тексты, которые отдаются на откуп несобытийное завершение представлению, как это называют базью, в рапсодии для театра. Вот. Но, кроме того, эта идея бросает тень агентственности, тень действенности на все тексты, то есть не только театральные, но и, собственно, любые тексты, если их можно поставить на сцене, или, точнее, драматургизировать, о чем мы узнаем на следующем мероприятии этого цикла, в частности, лекции Дмитрия Бреслера, то, вероятно, все тексты несут к себе какой-то вирус театральности, вирус драматургии, и в этом смысле могут быть названы текстами в действии. Проходите. Вот. В целом, вот такая повестка этой программы была озвучена в начале. Я проанализировал какие-то сюжеты в рапсодии для театра Бадю, и в основном сосредоточился на одном кейсе, связанном с знакомым Бартом, и его описание брекковских вещей, описывающие то, как противоречиво должен быть быстро построен знак, чтобы быть и достаточно материальным, и в то же время достаточно бесплодным, и не слишком паразитическим, и одновременно достаточно настаивать на своем присутствии, чтобы не остаться незамеченным, чтобы не просто проскочить сразу к изначально. Вот. Об этом шла речь в первую встречу, и в частности, на примере костюма, который по Барту является знаком, по эксцеллянски, то есть все на сцене становится знаком, в том числе костюм или свет, или драпировки. Вот. То есть такое вот текст, создание текста практически из любого элемента театрального действия. Сегодня пойдет речь о двух других театрах, но опять же связанном, с одной стороны, с речью, а с другой стороны, с материей. В прошлый раз очень хорошо мы как раз на теме материальности сфокусировались и знака того, и той материальности, которая стоит за знаком, которую он указывает. Вот. И тогда, наверное, я, собственно, да, на этом примерно передам слово тебе, сказав, что сегодня пойдет речь вот о театре Валерного Рина и театре Речи, и театре материи Костылуччи. Ну да, то есть заявлена такая вилка, что театр Речи, театр материи, как два полюса, но мне бы хотелось начать с такой практической части, а именно в этом номере представлена документация трех дискурсивных перформансов, которые были осуществлены нами с Анастасией Дмитриевской. Конкретно они происходили с октября 2015 года по февраль 2016 года. Это было три сессии, три перформанса, посвященные, каждый из которых был посвящен Валерии Наварина, Тадеушу Кантеру и Ромео Костылуччи. Но сегодня мы будем говорить о Костылуччи и Наварина как о двух крайних полюсах, да? Но в середине будет еще несколько сюжетов. И сначала мне бы хотелось рассказать о том, что это были из-за перформанса. Значит, сам жанр дискурсивного перформанса, понятно, не нов, да? Он, в общем-то, 70-х годов существует и по-разному концептуализирован. Но что для нас было важно? Для нас было важно попробовать соединить такой аналитический формат и эффективный формат и поговорить о разных фигурах, которые кажутся нам важными в современном театре. создавая некоторую аффективную перспективу. Поэтому мы отказались от того, чтобы рассказывать о них с точки зрения знака, писательного, и пробовали создать какое-то пространство теми минимальными средствами, которые у нас были. У нас был договор, что у нас есть полчаса на то, чтобы организовать пространство. То есть мы приходили в помещение, у нас было договоренность с помещением. И, собственно, те подручные средства, которые существовали там, должны были быть нами переорганизованы таким образом, чтобы служить нашей цели. То есть у нас не было какой-то заранее продуманной сценографии. Единственное, мы вели достаточно долго какие-то диалоги на тему того, о чем, что будет происходить. При этом был также лимит. Мы простраивали всю драматургию и писали тексты в последний день. То есть была вот эта идея очень сжатого времени. То есть до этого мы могли говорить вокруг, набрасывать материал, начитывать материал какой-то, но все то, что становилось собственно материей действия, принадлежало тому дню, в которой это действие осуществлялось. Что это могло быть? То есть каждый раз мы в процессе диалога мы встречались, и у нас было ограниченное время для того, чтобы определить ту стратегию, которую мы будем использовать в этот день вечером. Это могли быть тексты самих режиссеров или драматургов. В случае наварена можно говорить о драматургии, в случае костюму чуть сложнее. И мы договорились о том, какие мы тексты будем использовать, каким образом. И дальше каждый из нас автономизировался и уходил работать над своей партитурой. Эти партитуры формировались автономно. То есть у нас не было никаких репетиций, но у нас был вот этот общий континуум работы, в котором мы собирались это развертывать. Каждый уходил писать. Это час-два времени. Час-два-три, может быть. Ну да, я думаю, больше не было. На выходе у каждого должна была получиться та или иная партитура, той или иной степень дискурсивности. То есть это могли быть тексты, это могли быть какие-то картинки. В общем, в любом случае, это был любой подручный материал, который можно было использовать во время действия. В случае Доварина это были тексты, которые перемежались с текстами самого автора. Ты чуть-чуть введёшь курс поэтики Доварина, но просто такой... А, ну да, я хорошо. Почему, собственно, эти персонажи, они, кажется, наиболее важными, когда мы выбирали фигуры, мы хотели выбрать с одной стороны крайние фигуры, с другой стороны, очень важные. Потому что, если говорить о театре Валерина Варина, то нужно говорить о театре речи, сам он называет свой театр Театр Худопароле или слуховой театр. Нужно сказать, что сам Варина художник, и когда он работает над сценографией своих спектаклей, он также продумывает мизансцены с точки зрения того, как на плоскость, по которой ходят актёры, нанесён тот или иной узор. И вот этот узор, этот рисунок, эта схема, это то, что задаёт во многом драматургию передвижение. Таким образом, он обозначает вот такое схематичное измерение, графическое измерение, пускай даже невидимое, оно не прорисовано, того, что будет разворачиваться. Дальше, на чём сосредоточено действие на Варина? То есть его актёры — это такие плоскостные функции. Он во многом опирается на театр Но и на какие-то изобразительные особенности иконописи, но в любом случае на такие плоскостные техники. И актёры, в общем-то, растождествляются, в каком-то смысле это модели, модели речи именно. Здесь я бы хотела зачитать фрагмент из эссе Валерина Варина, называется «Лучи тела». И первая часть называется «Материя в истерике». Язык в таком театре — арсенал метательных снарядов. Вот волокут, и скатывают слепые глыбы. Вот запускают из катапульта булыжники, слова обрезаются в предметы и пробуждают в них звук. Вот садок, кишащий именами. Материя в истерике, антропагентная шапля, оскакивает от стен. Разнообразные явления происшествия закипают по бокам и за крайном, на кромке сцены. Пружина действия — потаённая литургия, её служит украдкой, невидимой. Святые дары перепадают по недоразумениям. Вот стремится прочь от человеческого, от члена раздельности к расчленённости. Чем дальше, тем без связи словесный смысл уходит в потёмки, что не миг пребывает новое пространство, оно перекрывает старое. И что делает новолина? Всё действие он сводит к действию между, условно говоря, нулём и единицей. То есть, в принципе, мы не можем простроить никакой линейный сюжет формально. Всё это выглядит как вполне такое драматургическое действие. Выходят какие-то актёры, что-то произносят, они как-то взаимодействуют. Мы даже можем уловить какие-то останки чувств и эмоций между ними, которые они передают друг другу, даже какие-то коммуникации. Но на самом деле, самое главное, всё происходит внутри языка. То есть, он выстраивает некоторое интенсивное измерение языка, изобретая зачастую новый синтаксис, новые какие-то лексемы, по-особому их соединяя так, что, в принципе, вообще нельзя понять, что происходит. То есть, это чисто такая поэтическая логика, которая выдаёт себя за логику повествовательную. И в этом смысле зачастую разрушаются границы между отдельными персонажами. И так один и тот же персонаж, например, может играть две роли. И он постоянно переходит от одной к другой. И за счёт чисто драматургии мы понимаем. Хотя, если нас спросят, что такое первая роль, что такое вторая роль, не факт, что мы сможем это сказать. То есть, создаётся такой континуум языка трёхмерный, который обозначен некоторыми точками, искусственно вырванными из этого континуума. Этими точками становятся тела, которые являются носителями этого языка. И за счёт этого, за счёт этой вовлечённости в этот континуум и одновременной вырванности из него, они становятся животными. И для Нурюна очень важна вот эта идея становления животных, как того, что говорит, а потенциально поёт. Он говорит, что пение – это глубина языка. И таким образом мы не понимаем, мы вообще в семиотическом поле находимся или не в семиотическом. Дело в том, что по-французски, как это выглядит, это просто люди на сцене, которые непрерывно что-то говорят. Но если мы будем пытаться это перевести, то таких слов по-французски не существует. То есть это вот такое месиво, мясорубка из языка. То есть это тело языка, которое непрерывно раскручивается. У него вот этот образ воронки, образ сверчения постоянно возникает. И он достигает какой-то невероятной скорости, раскручивая вот этот вот язык. Мы можем показать вкус отчасти, я не знаю, получится это или нет. Вот то, что, да, Валера Наварина. Да. Значит, да, да, да. Оперетка-понарошку, собственно, вот текст, который переведён. Существует в переведённом виде не так много из Наварина. Кстати, в этом магазине вдруг даже обнаружились эти книжки. Я всем очень рекомендую, на самом деле, такая спонтанная реклама. Но это правда очень интересно читать. Продолжение следует... 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 И так или иначе включаться в этой модальности животного, и было ощущение, что ты сидишь в определенном зоопарке. Вот такая была интересная очень ситуация. То есть для меня вот эти спонтанные проявления очень большое значение имели. Значит, на Варина мало переведен, в том числе из-за того, что, как вы понимаете, это очень сложно перевести, потому что этот французский язык должен быть изобретен. Я рассказывала о вашей знаменитой истории, пересказывала, напоминала из учебника литературы XVIII века, как, когда складывался русский литературный язык, это из книжки Глоковского, может быть, помнят. Те, кому приходилось читать этот учебник, как человек, которому было поручено перевести пособие по садоводству, не смог перевести его на русский язык, потому что русского языка не существовало на тот момент. В Петровское время, да, в XVIII веке, когда литературный язык только складывался, также не существовало философского русского языка в XIX веке, и его должно было изобрести, чем занимать слабомудрые и жестними. И также не существует сейчас язык, который может быть переведен на Варина, потому что он предполагает существование языка в некоторой потенциальной форме. То есть представление о языке, как о некотором непрерывном вращающемся континууме, который мы можем нашей волей, а именно волей, как способностью в виде целое, останавливать и собирать в некоторые конструкции, в некоторые констелляции, назначать точки интенсивности и устанавливать отношения между ними. Только таким образом, мне кажется, это может быть переведено не исходя из какой дискретной логики, это перевести невозможно. Потому что дело вообще не в этом. Дело не в том, что он создает какие-то семиотические конструкции, а дело в том, что для него это действительно континуум, причем динамический континуум. Но вот, кстати говоря, средством медиа, возможно, в большей степени мы позволили с этим как-то работать, если бы существовали какие-нибудь динамические переводческие софты. Потому что это просто дичайший компромисс, мне кажется, для переводчика, свести это все вот к какому-то одному варианту. В принципе, линейный перевод, мне кажется, здесь терпит полное поражение. Можно еще вмешиваться? То есть, чтобы правильно понять, что такое театр и наварина, значит, это отказ от конвенционального языка, помимо того, как это со всеми соответствуют со всеми. То есть, грубо говоря, это нечто подобное тому, что Щерба приводил к качеству знаменитого примера работы грамматики без работы семантики, да? Я имею в виду глупую пулку. Да-да-да, но там грамматика считывалась без семантики. У Щерба, а умоверена? Материя языка как такова, его материальность, чувствую виду, его динамика. Ближе к зауме? Еще ближе к тому? Дело в том, что, в принципе, это все не зауме. Это вполне такие нормативные синтаксические конструкции. Там были слышны и отчетливые синтаксические церкви. Да, да, но просто ни одно существо, существующее в отдельно взятые временной и пространственной точки, не может произносить этих текстов. Дело в том, что это очень особая форма присутствия, которая задается именно за счет языка. То есть мы не можем вообще ни на каких дихотомиях это построить. Это не заум, и это не нормативная речь. Это вот такая чистая материя языка, которая, опять же, материализуется через отдельных персонажей. То есть эта речь нефункциональна и не нефункциональна, потому что они каким-то образом функционируют. За счет этого производится аффект, аффект как становление животным. Здесь вот такой классический период речь. Вполне уже сегодня. Но то, что он делает с языком, что он делает? Он его таким образом идентифицирует, что из него выделяется энергия. И происходит диссемиотизация языка. То есть становится неважно, что он говорит, за счет того, что это такая гэс или какая-то штука по производству энергии из языка. Вот я бы так это обозначила. За счет этого он позволяет выйти из нормативного состояния в какое-то совершенно другое состояние, которое назвать я буду. То есть, грубо говоря, эти же квазидиалоги или даже монологи в отдельных случаях, будучи поставлены на сцену, они как бы абсурдизируются самим фактом постановки. То есть они перестают значить тем меньше, чем более они сценичны. Потому что их будущий человек, они более-менее... Понятия абсурда я бы здесь не применяла, потому что здесь нет вот этой установки на внесение абсурда. То есть это особым образом соотнесенные конструкции, которые, опять же, выделяют энергию за счет того, что они просто не собираются в такие констелляции. А их нельзя назвать абсурдными, их нельзя назвать нормативными. Это очень какая-то специфическая работа. Но он, кстати говоря, вот в этом эссе, «Случай тела», из которого я уже приводила цитату, говорит о сне и говорит о том, что сон — это и есть действие, то есть действие сна — это действие при предельной освещенности. То есть это не полумрак, из которого что-то просыпает, а наоборот. Вот я сейчас, боюсь, я не найду, но очень важно. То есть он говорит, что именно во сне сцена сознания максимально освещена. Вот, сон вовсе не туманен. Напротив, он сверхярок, сверхрезок. Он разворачивается при полном освещении. На сцене мозга нет ничего отчетливее сна. То есть в этом смысле это речь, это речь сна, сновическая речь, которая сверхриска, сверхинтенсивна. И это такая полная освещенность. То есть смысл не мерцает сквозь форму, сквозь отношения значаемого, означающего, а это чистый язык. И в этом смысле может быть это действительно интенсификация концепции Барта, доведение до какой-то крайности. Но то, с чем он работает, он работает с уже незнаковыми конструкциями, на мой взгляд. Потому что... Да, я поясню просто свой интерес и попытку все это привязать к сцене. Потому что если попробовать найти какой-то аналог литературе, возможно, не драматических текстов? Можно с кем-то куда-то встроить, наверное, и мне это вот прям совсем как-то не классификациями. Ну, для меня это очень близко к каким-то современным поэтическим практикам. Понятно. Я не знаю. Разница. То есть то, что вы описываете, это театр но на самом деле, то есть вот это присутствие, то есть язык создаёт присутствие, да, это как-то там соматическое... То есть, ну, разделение вот этих... Ну, преодоление бинарности, да? То есть в чём его различие от того, что уже как бы было сделано театром, но... Он очень опирается на театр, но очень... Я рада, что вы его вспомнили, действительно. Но есть некоторая динамика. Есть постановка одного присутствия, постановка другого присутствия, и деконструкция одного присутствия через другое присутствия. И сон играет больше. Да, и временные там конструкции, и вот это нарушение значимости происходит. А у него как бы это всё... Ну, условно говоря, если там есть временные модальности, то здесь есть шар, вот эта интенсивность, это всё вот так вот склеено интенсивно. Я думаю, что он делает именно поэтическую работу, а потом каким-то особым графическим образом распределяет эту работу по сцене, по отдельным телам персонажа. Ну, я не могу здесь точно сказать, но это вот что-то очень близкое, чисто поэтической работе. Мне хотелось это взять как крайнюю модальность такой драматургизации языка, да, и обнаружение театра в самом языке. И здесь есть важный такой момент, что когда субъект перестраивается в поэзии, то он всегда начинает особым образом расщепляться. То есть происходит... Ну, вот, например, в 90-е годы очень сильно перестраивается субъект, и мы видим огромное количество каких-то драматургизированных форм в поэзии, да. Допустим, там, в 10-е годы мы видим, что описание сменяется ситуацией, созданием какого-то пространства, где разыгрываются какие-то голоса, какие-то модальности, какие-то события формально автономные, но взаимосвязанные. То есть субъект усложняется через то, что он делится, да, происходит там сначала диалог, потом полилог, потом там какие-то сложные отношения. И вот это мы видим здесь это усложнение постоянное, но оно как бы коллапсирует само в себе. То есть выстроить это в какую-то линейную логику формально, вот когда мы смотрим и не знаем языка, нам кажется, что нормальное драматургическое действие, но мы чувствуем, что что-то не в порядке. Вот. Это вообще, кстати, интересно. Я бы его соединяла даже здесь с контекстом французского балета. Здесь мне вспоминается Маги Морен, Мэй Би, ее спектакль, собственно, хореографический, где она работает с беккетовским текстом, и у нее все персонажи такого телесного цвета в муке. И мы, в общем, не можем понять, это один персонаж, это одно тело, или это разные тела, они вообще соединены со сценой, они как-то проявляются сцены, деформируя ее материальности, или это разные персонажи, или что-то, или какая-то история между ними, мы не знаем. То есть эти отношения нарушены. И вот это такая хореография языка, мне кажется. Ну да, здесь можно выстроить, в общем, тогда такую позицию, что есть некие драматургизированные поэтические практики, которые могут оставаться на бумаге, которые могут выстраивать действия и как-то разносить голоса, но быть чисто письменными вещами. А с другой стороны, есть, может быть, то же самое, или что-то другое, но почему-то ставящееся на сцене. И Наврина – это автор, который все-таки ставится на сцене. И тогда, мне кажется, важно говорить, что это такая практика, в которой важен сам факт высказывания. И вот это смещение, может быть, не связанное с абсурдом, с гласоловией, с литризмом и со всем остальным, оно происходит на уровне самого высказывания, самого факта, произнесения и выкуса. Но вот этот факт связан с присутствием. Опять же, здесь театр, но это, я думаю, кратчевая точка. То есть он как бы очень традиционен. И он именно выстраивает эту перспективу от почти что-то каких-то аллегорических техник, каких-то таких очень фактологичных, но использующих факты так, что эти факты, будучи обращенными друг над другом, деконструируют себя и производят чистое присутствие. Вот я бы так о нем сказала. Дальше мне бы хотелось показать не Костелучи, а спектакль, фрагмент, такой тизер спектакля одного театра, который начинал в 80-е годы, по-испански называется «La Fura del Baus». По-моему, это переводится как «Хорёк из Дальбауса». Почему? Это спектакль, который осмысляет отношения перформанса и театра. И если верить Лемону, Лемон говорит, какая разница между перформансом и театром. В 70-е годы начинается конвергенция, они начинают двигаться навстречу друг другу активно. Театр всегда производит иную реальность. И Костелучи об этом говорит. Он говорит, все мои спектакли – это борьба с реальностью. Мне нужно победить, мне нужно выстоять против реальности и не пойти с ней на компромисс. И вот он здесь фиксирует какую-то такую точку борьбы, которая началась еще до этого, в 70-е годы. А перформанс – это всегда действие, направленное на преобразование и действие здесь и сейчас. То есть в этом смысле театр выступает как нечто негативное, негативное как символическое по отношению к информативной практике. А мне бы хотелось показать как раз фрагмент спектакля «Суз о Суз», он называется, «The Forer Desbauns», где эта граница разрушается. Там, собственно, разрушается граница между телом и пространством. Это такая достаточно радикальная практика, хотя потом они занимались просто городскими техниками и коммерческими техниками. И вообще, когда они говорят, говорят о коммерциализации этого театра и о их готовности пополнять какие-то заказы массового характера. Но то, что они начинали делать, это действительно очень интересно. Здесь такая... Сейчас я попробую. Просто нужно, наверное, подготовить, прежде чем это показывать. Потому что, если честно, у меня у самой было достаточно сильное потрясение, когда я это увидела, хотя у меня сильный иммунитет. К искусству. К искусству сильный иммунитет и к театру в частности. В общем, как-то меня огорошить достаточно сложно здесь, а вот этим товарищам удалось это сделать, этим спектаклем. Это такие тела, которые становятся чистыми функциями, выводящими тебя в какое-то совершенно другое измерение. Они, конечно же, исходят из традиции, как мне кажется, венского акционизма. То есть они работают с такой грубой телесностью. Но очень важно, что действительно, может быть, очень редко это происходит. Теряется граница между исполнителями и теми, кто пришел на них посмотреть. В частности, этот спектакль это ситуация многочасовая, в которой зрители находятся в некотором ангаре и они действительно могут подвергнуться некоторым телесным повреждениям по мере того, как разворачивается это действие. Используются разные машины, веревки, подвески, какие-то коляски. Например, на публику может катиться какое-то огромное чугунное колесо. Если публика не разбежится, то, собственно, это колесо проедется по этой публике. При этом, при этом, это очень четко поставлено, инсценировано. То есть, вот это ощущение опасности есть. Я не знаю, как говорят, действительно, оттуда выходили с синяками, но при этом есть ситуация как бы очень сильной опасности и одновременно с этим контролем. Вообще, по-моему, они исследуют власть, проблему власти и проблему подчинения. То есть, собирая публику в одном месте, не определяя ей какого-то места, они разворачивают что-то, вот это, после чего, после присутствия, причем, ты уже не будешь прежним. А уйти можно? Я не знаю. Я не знаю. Очень интересовало, мне кажется, нет. То есть, я не уверена, но мне кажется, судя по логике того, что там происходило, нет. Это же еще очень просто похоже на следующего нашего товарища, где тоже, если не в ангаре, во всем случае, не определяет пространство нахождения. Да, да. И тоже катящиеся какие-то... Да, для хора «Дельсбаус» я взяла как промежуточное, как театр, это уже действительно театр чистой жестокости, как жестокость, как невозможность зрителю не среагировать. То есть, зритель должен среагировать, иначе он подвергнется, он перестанет быть субъектом, он станет объектом, массой, чем-то таким. И они создают вот эту вот тотальную стрессовую многочасовую ситуацию, в которой ты постоянно должен расширять свой горизонт возможного. Вот это посмотрим, вот это в папке другое. У меня есть три папки, у меня есть папка «Гостелучи» «Намаринайд» «Другой». Вот в другом там есть не только «Фурриды-2». А как связаны театры вот этого «Хайкас» «Намаринайд»? Какие-то последние или просто параллельные? Нет, это параллельная линия, да, они в 80-е годы начинали. Я бы скорее связывала тело. То есть, здесь язык, как тело, как материальности вот это тизер. фурриды-2 19. 46. 41. Bears给� reg centers. 47. 47. 48. 49. 49. 48. Продолжение следует... 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 силами бороться с реальностью я должен всеми силами бороться так чтобы компромисс не победил меня если я слишком сильно уступают то я просто потом отказываюсь от идеи реализации этого спектакля то работа которая совершается в нем да это такая чисто негативная работа символическая работа как негативная которая связана с конструированием ситуации как мне кажется сопротивление принципу реальности связано с тем что мы имеем дело ситуации которые мы тут же не можем редактировать какому-то вербальному смыслу то есть эти ситуации должны быть удержаны от того чтобы иметь возможность быть переведены в какую-либо другую ситуацию так я понимаю то как он работает с этим противостоянием принципу реального как он это называет один из важнейших спектаклей это весна священная на русской линии был показан спектакль это спектакль в котором нет декорации и нет актеров это спектакль и где используется прах если не ошибаюсь 75 коров это чистая хореография чтец посмотрим а 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 Луччи 17, als er Stravinsky's Le Sacre du Ponton zum ersten Mal hört. Heute, 37 Jahre später, nutzt er das Skandalstück für eine Choreografie der etwas anderen Art. In der ehemaligen Fabrikhalle des Landschaftsparks führt er das Stück auf seinen materiellen Ursprung zurück. Denn statt menschlicher Körper tanzen die Gebeine von 75 Rindern durch den Raum. Diese rieseln in Form von Staub rhythmisch von der Decke herab. Anders als bei Stravinsky wird bei Castellucci der Tanz so nicht zum Mittel, sondern nur zu einer Idee. Die Idee mit den Knochen ist eine außergewöhnliche Idee, denn es ist ein Material, das in der Luft pulverisiert. Der Knochenstaub symbolisiert die Vorväter oder den Ahnenkult und die alten Kräfte, die auch in Stravinskis Stück präsent sind. Der Stoff präsentiert sicherlich auch die Opferung. Der Staub fällt von oben herab, um die Erde zu speisen oder zu befruchten. Der Stoff, nämlich mehrere Tonnen Knochenstaub, stammt aus der Nahrungsmittelindustrie. Ursprünglich als Dünger für die Landwirtschaft bestimmt, wird er nun gegen die unsichtbare Wand zwischen Bühne und Publikum geschmettert. Eine Choreografie, deren Rohheit und Brutalität eine eigene Sprache spricht. Doch anders, als man es vermuten könnte, will Castellucci nicht anklagen. So sei der Knochenstaub als Ergebnis eines industriellen Prozesses vielmehr die Feststellung einer Tatsache als eine ethische Verurteilung. Auch wenn viele Zuschauer dies anders sehen dürften. Romeo Castellucci's Le Sacre du Prankton. Ein episches Stück mit unerwarteter Sprengkraft, das in dieser Form sicherlich einzigartig ist. Das betrifft eine Art, das Fahrt. Das ist die Anfänger und Stoff. Es gibt eine Art, sobald natürlich ein Sinn- und Intensiv gebrauchttes. und es gibt eine Art, wenn das Fahrt angeht, wenn es einen Teil verbruyert ist für eine Art, dann ist ein Technologischer Form, wie ein Technischer Effekt einerihad für den Föhnen. механизмов бомб. И для Костелыча очень важное разрушение вот этой границы между телом и технологией. Очень часто актеры, если присутствуют в его спектаклях, особенно это заметно в спектаклях, которые были поставлены в разных городах, там Париж, Цезена, Авеньон и другие, убийство или жертвоприношение актера происходит именно посредством какой-либо очень изощренной и странной машины. И эта традиция не новая. Есть Survival Research Laboratories, это театр, где основное действие... Театр выживания. Да, театр исследования выживания, да, лаборатория исследования выживания, где они разрабатывали разные машины. Ну, собственно, я могу показать кусочек. Из эти машины и становились в центр действия назад по боку другое. И здесь вот эти машины, это и есть машины, которые структурируют ритуал, внутрь которого помещается некоторое органическое тело или то, чем было раньше. То, что было раньше органическое тело. Ну вот, если об этой лаборатории исследования выживания говорить... А, ну вот, кусочек. Вот они вот разные машины, создают наиболее интересные с горением связаны. Это очень важно, потому что здесь есть искусство, это для концепта не эффект, а это эффект. В данном случае в центре ставится эффект, производимые некоторые технологии, абсурдные технологии, которые специально для действия изобретены. там у них есть огромные роботы, которые там с тобой борются битой, там еще что-то. Какая-то горящая машина, пермонентная, еще что-то. То есть это такой... То есть это ближе к 50-му хай-каку? Ну, только без идей, да. Но это чистая технология. У Шестинучи, например, есть такая балка, которая выбивает висок актера. То есть он садится, ставит висок, и она постоянно бьет в этот висок, и он убирает. То есть происходит жертвоприношение актера на счет этой странной машины. И, собственно, это и есть действие, да, но оно разворачивается не по человеческой логике, но технологию создает человек. То есть происходит очень сильное транспонирование антропологического принципа на технологии, потому что технология всегда антропологична по определению, да, но она выходит на какой-то другой уровень. Ну вот все действия вот в таком ключе. Поэтому здесь можно остановить. Но это вот красиво с горением особенно. А и потом уже позже, вот, например, Супрафлекс абсолютизировали этот принцип. Например, просто они там сжигают машину, и это действие, да. То есть это какое-то уже, мне кажется, вырождение вот того, что в лаборатории исследования выживания происходило в 80-е годы. Еще, может быть, из Костелучи покажу. Значит, Костелучи работает также с разрушением принципа животного и технологичного. Он очень много работает с религиозными контекстами, но эти религиозные контексты, они формально дискредитируют себя. Да, таким образом он преодолевает броню с поймой. Он, собственно, даже сюжет правов вспомнил вам. Пространство за сценой, да, в частности световое, и это для него тоже очень часто вещь. У него начинают, например, задники просвечивать, еще что-то, или протекает там, или Христа, какой-то там, чем-то, да. То есть мы понимаем, что вот эта сцена, она в каком-то другом пространстве еще находится, и то пространство мы определить не можем. В каждом городе он ставил спектакль так или иначе связанный с историей двух городов, с историческими контекстами. Значит, на сцене присутствует лошадь, и лошадь присутствует своей задней частью, и это важно, потому что его интересуют микроэффекты тела. А публика присутствует в традиционном, да? Формально, да. Иногда нужно путешествовать по пространству, но вот здесь, да. Для него важно, что животное реагирует на этот шум, на это падение. Драматургия в этот момент, смотрите, это как мышечная такая драматургия. Она находится между падением этой машины и этой лошади. В этом смысле всё пространство натягивается как мышца или как тело, как организм, который в разных местах срабатывает. И вот в таком духе весь спектакль происходит, то есть это такое сверхинтенсивное шарообразное действие. За счёт натяжения отношений между разными сценографическими элементами он создаёт ощущение тела, вот этой напряжённости самого пространства. И, собственно, мы не можем это свести в какой-то нарративной логике зачастую. Иногда он с этим играет и вообще очень часто спекулирует. И нам кажется, что вот сейчас ещё немножко уже будет какая-то пошлость. То есть где-то он допускает такие вот нарративные сопли. Но в целом, конечно же, это нужно опять же для того, чтобы опять затянуть эту верёвку и лишить действия его привычной логики. И здесь, как мы с этим работали, мы брали за основу спектакль из Цезены. Это вот один из спектаклей, который поставлен был в одном из городов. Сейчас. Значит, опять же, было две партитуры. Одна из них это был евангельский текст. Евангелие от Иоанна. Эпизод воскресенья Лазаря. Второй это текст, который был написан по мотивам этих спектаклей. А также ещё был такой у нас эксперимент. Мы совместно смотрели спектакль. И была договорённость вскрикивать в той точке, когда возникает в этом потребность. То есть единственная возможность реакции на спектакль, которая была озвучена в формате этой игры, это возможность вскрикивать. Дальше создалась вот эта вот ритмика крика. И дальше с помощью этих ритмов мы переозвучили спектакль. То есть за счёт крика. Получалось так, что кричит не только человек, но и животное, и какая-то вещь, и какая-то ситуация. И за счёт этого произошла перегруппировка элементов. Но это как раз тоже на документации. Просто у меня очень много сомнений по поводу того, насколько эту документацию вообще можно смотреть. То есть она вообще не репрезентативна на самом деле, это что-то чудовищное в целом. И я думаю, что лучше вот это показывать, источник. Я прочитаю фрагменты, партитуры. Партитуры 2. Тело и комната ледяного оползня, сохраняя свою связанность и не опрокидывая свой грунт, он постепенно или скачкает. Идёт телом вниз по наклонной плоскости. Пульсация пятна. Это из-за глаз, которые были вложены внутрь застывшего оползня. Горячий камень, обнаруживший температуру собственной плотности. Иначе в возможности хранить предельное. Красный, красный источающий на поверхность себя в направлении к обнаружению подобной температур. Рот. Это туфли праздничные. На следующий день сделали кожаный барабан. Как кострат обвивает внимание вокруг праздничных вздутых ног, так восходит солнце. Солнце машина, отодвинь камень свой с моего сердца. Меня зовут место пустое. Меня заказали мягкие стены. Я выхожу из стрелы в стену, как мгновение, когда можно увидеть тело с внутренней стороны. Память черпает в себе разложение. Камень тяжёлый. Вещи выжимают стены. Песные способы связанности. Стены становятся похожи на очереди. Удары механизма приходят на ум, удостоверяя механические инструменты. Рот разрывает механизм. Связи черпают пользу в вещах. Польза падает в самое сердце и становится талисманом. В окнах насилие. Насилие солнечный свет стоит на организованных органах. Свет стекает плетью машину. Она в самом сердце кострата. Ягнёнка привязали к лобовому стеклу машины. Комната дёргает ручку внимания. Кубы на животе сомкнулись. Кубы затемняют продажу. Кубы рассеивают мусор от тела, отделившееся в роли несгораемого остатка. Руки не знают, чего хочет их комната. Твоя плоть гиацинку подобные в чашечку тихом. Она хвостковые персты опускает. Наши безмолвия, сумрак пещеры. Откуда порой выступает смиренный зверь. Вот это фрагмент портитуры. Может остановимся? Я думаю, что теперь можно поговорить чуть-чуть подробнее, потому что... А вы сейчас есть? Я не готова. Если честно, мне надо как-то... Может быть, мы что-то смонтируем, потом выложим просто в группе? Потому что я сам думаю сейчас. Да, с каждого из действий существует видео. Ну, например, одно видео представляет себе разложенный фарш просто и голоса. То есть, другое, это просто человек в клетке сидящий. Ну, то есть, избитый из досок. Я не уверена, что это прям... Можно показывать. Ну, попробуем на сборе, может быть интересно. Ну, надо очень хорошо подумать, прежде чем показывать. В общем, я бы сказал, что выстроилась довольно интересная позиция от театра на времена, театра речевого, во особом смысле, вот, все-таки, наиболее эксплицитно связанного с текстом, с языком, и театра материи, которые, в принципе, все другие театры, вот, упомянутые сегодня, можно отнести к предположенному полюсу, как бы, к такому воинствующему, более-менее воинствующему адиску, к театру, к театру самих предметов, или даже их разрушений, или человеческой плоти, которая тоже, в свою очередь, выступает не речевым, а, как бы, таким аффирматизмом. В случае весны священной это вообще уже не отдельно, то есть это чартер материи, и это очень интересно, потому что это встраивается в контекст медиаматериализма, где речь идет о проблемном статусе микрочастиц, то есть если вообще говорить о материи, о том, что сегодня такое материя, учитывая, там, современные научные концепции, и вот это смещение от субъекта, то, в сущности, как говорит Юси Парико, исследователь, как раз одна из ключевых фигур дематериализма, то мы, в принципе, не понимаем, то есть микрочастицы это медиум или это единица материального, и вот там начинает этот статус плыть, эта граница, он пытается обнаружить промежуточные зоны проблемные в отношении корреляции, собственно, это проблема корреляционизма, то есть он пытается обнаружить, а где мы не можем уже назначить конкретный статус, это что вообще, и здесь мне кажется, Костелуччи вот встраивается в этот сюжет, то есть что это, собственно, за действие, совершенно непонятно, куда надо отсылать, у него совершенно свой схематизм и свой символизм, да, непонятно. Ну и отрадно, что даже та выстроенная бинарная позиция, он сейчас на ходу из театра материи и театра речевого, она, в общем, тоже разрушается, поскольку Костелуччи – это как раз тот автор, который, несмотря на название своего театра, в одной из последних работ, которые, повторяю, в Москве сейчас ставилось в использование человеческих существ, очень примечательным образом обращается именно к языку, если вы слышали, или, может быть, даже были институты, в столь же неопределенное пространство, где не маркировано то место, где должна находиться публика, а где, собственно, разворачивается действо, введен некий круг с огромным количеством… Есть у тебя фотографии? Фотографии нет, но это огромный плоский диск, огромный диск, на котором написано много-много слова. Разворачивается в прямом смысле. Да-да-да, он вращается, может быть, он не грозит наехать на вас, но он немало, так сказать, повреждает ваше представление о языке, поскольку там представлена, ну, не скажем, ну, почти вся парадигма, как бы лексическая парадигма языка, которая называется «женералистик», то есть некий генеральный общий язык, исходящий от четырех основных корней… Нет-нет, там много корней, но там разные грамотики. Четыре первичных понятия или корни, которые сейчас, я помню, имеют непосредственное отношение к вдохновению марок, наверняка представлялся, как бы, демаровской идеей. Вот. Из каждого из четырех появляется еще четыре более частных понятия, и так далее, и так далее. И получается, что у нас, как бы, вроде бы весь словарь, но не в таксономическом таком каталоге, а вот в форме круга, и мы видим, что это сходится в некое первое понятие такое. Вот. Вполне произвольное, особенно это сложно перевести, как вы понимаете, с итальянского, где абстрактные существительные совершенно иным образом распределяются, нежели в русском. Вот. И в этом смысле, вот это немаркированное пространство эффекта и материи центрируется, или компенсируется чрезвычайно центрированным присутствием языка. То есть, на самом деле, язык так никогда не присутствует. В центре наиболее универсальный язык, состоящий из наименьшего количества элементов, по краям более такой развернутый. И вот этот сюжет о Лазаре, а именно разговор о Боге и Лазаре, каждый раз происходит на новой степени свернутости этого языка. То есть, они используют все меньшее количество слов, и все большее количество понятий редуцируют к вот этим первословам, первословам. Это спекулятивная, конечно, чистая история, но тут важно, конечно же, соотношение вот этого языкового и телеза. Потому что Лазар, как вы помните, у него были неприятности, уже он смердеть начал, да, и только потом был воскрешен обратно, и в этом смысле он как бы на себе собирает разные степени разложения вообще фигуры Лазара. И он вступает в противоречие с Богом и говорит о том, что он совершенно не согласен действовать заданным образом. Вот этот круг, диск. А, да, и в первый момент, когда люди входят туда, там аммиак или аммиаком пахнет, да. Начинают очень сильно болеть глаза, потому что режут глаза, и вот это пространство испаряется аммиак, и вот этот огромный круг по вот этому белому задымленному аммиакому пространству перекатывается. Вот, да, и вот это сочетание такого радикально-материалистического театра, да, там нет реплик героев, нет, я не знаю, чего, там ремарок автора и так далее, да, и с другой стороны вот это конденсированное, концентрированное присутствие языка, да, словарного такого типа присутствия языка. И вот действительно стерильное пространство. Ну да, 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 вот в том-то и проблема. Там, как бы, Гасан Гусейнов или какой-то еще лингвист, по-моему, уже очевидную критику в адрес этого языка высказал, потому что понятно, что здесь не может быть никакой грамматики как бы с таким типом таксономизации, вот, и особенно в переводе на русский. Нет, нет, это чисто поэтическая. Да, да, это чисто поэтическая таксономия словарного типа. Вот, и вот в попытке выстроить вот это странное сочетание радикально-материалистического, да, и радикально-языкового театра, я вижу, ну, как бы, некоторый симптом современного состояния мысли о театре вообще, поскольку, как вы видите, все то, что оказывается по ту сторону языка, оказывается, уже не совсем театр, мы видим здесь перформанс, здесь начинается, как бы, какое-то шествие аффекта, и в то же время, наоборот, где уходит действие и эффективность, и остается одна сплошная таксономия языка, это тоже превращается, ну, как бы, скорее, в театр самого языка, да, и которому, в принципе, нет нужды быть поставлены на сцене. Лучше всего, опять же, смотрится на бумаге, возможно, а не в театре Станиславском, или на экране. Вот, и в этом смысле, наверное, стоит вернуться к началу разговора, в смысле, первое занятие в этом цикле мероприятий, когда мы говорили о Бадью и о том, что театр обладает определенными родовыми условиями, и одно из них, одно из семей этих родовых условий, это речевой референт. Точно так же, как и политика, Бадью всегда, когда выделяет родовые условия чего-то, он обязательно сравнивает с родовыми условиями политики, и вот точно так же, как у политического действия, события, акта, необходимо, чтобы был речевой референт, иначе это слепая ярость, Бадью это выводит за пределы политики. Точно так же и театр должен иметь, если не словарь на сцене, то, во всяком случае, определенный речевой референт, без которого происходит нечто выводимое уже за пределы театра, будь это мутанима или чистая импровизация, где нет вот этого базового ядра. Ну вот мне кажется, что здесь, конечно же, это какая-то радикальная мера, может быть, радикальный компромисс с точки зрения Костелучча, потому что вот это вот то, чем он уравновешивает вот эту ярость, мне кажется, это как раз усилие по его собиранию этого символического космоса и сжатию, потому что фактически он оставляет какие-то кости от всего того огромного массива, я даже не знаю, образов, или я даже не знаю, ситуаций, которые у него в загашнике. То есть он говорил о том, что проявить на сцене – это целая огромная работа, она для него физическая. То есть ему нужно через все это существо свое пропустить это. То есть для него есть мир потусторонний, и мир есть вот этот, на который он проявляет вот эту поверхность сцены условно. И то, что происходит на границе – это, собственно, там, где лежит его тело, все тело его ума, и в этот момент ему нужно совершить какое-то действительно очень сильное действие для того, чтобы не пострадать, для того, чтобы остаться живым по мере пропускания вот этой символической конфигурации наружу. И, собственно, вот на этих границах происходит собирание, сжатие, потому что эта материя очень гибкая, она не имеет какой-либо формы, но она упругая. И там и лежит вот то, что противоположно выбрасыванию в эту чистую, как бы, аффективную ярость, на мой взгляд. Если посмотреть на гостеводчика, совершенно безумный человек, который делает физическую работу. Удержание всей этой символической штуки, эта физическая работа, в принципе, можно сойти с ума, на мой взгляд, потому что то, как он работает, невероятно интенсивно, это, собственно, да, это заметно. Это глаза человека, который очень жестко старается следить, он пытается обозреть форму во всех вообще возможных ее измерениях, сгорят, и это очень тяжело. Поэтому здесь, конечно, это компромисс, это чистое проецирование, мне кажется, да. Но мы были, наверное, в специалии, ощущение, конечно, что это такой эскиз спетч. Вообще, это старая, как известно, работа, вот этот язык вообще изобретен, сгруем 80-е годы, есть интересный период с ним фантомик. Опять 80-е, у нас сегодня все про 80-е годы. Но я в случае просто имею в виду, что, мне кажется, это интересным, новым асимптоматичным типом сцепления текста на сцене. И сценического действия. То есть, смотрите, из театра язык никуда не уходит. Просто раньше его заучивали персонажи, сначала они заучивали вживаясь, потом они заучивали его, остраняясь, потом это могло быть импровизация, но текст всегда проходил сквозь субъекты, сквозь речь, сквозь его антропологизацию любого языка. А здесь он присутствует в совершенно разъятном виде, но он все-таки присутствует. Ну, он здесь аффективно присутствует, да? Потому что вот это не язык. То есть в этом смысле то, что должно быть формальным... А вот что действительно в языковом ключе там присутствует, он занимается археологией воображения. Там есть части лошади на сцене, и персонажи собирают части лошади таким образом, что зрители достраивают эту лошадь до целого. Это чисто языковая работа, он показывает, что языковая работа связана с археологией воображения. Там просто какие-то ноги лошади, там какие-то ее части, но эта лошадь, она периодически там в своей вот этой отсутствующей форме, она проходит по стене... Ну, там живая лошадь стоит, которая телесно реагирует, сгруппируя все свое существо, реагирует на вот эту падающую машину. А там это не лошадь как таковая, это пластмассовая штука или какая-то. Но мы достраиваем это до целой лошади. То есть мы это достраиваем, лошади нет на сцене. И он показывает, что, собственно, в этом зазоре язык и работает, и вот он и вращается. Ну да, я согласен, это слишком иллюстративное, компромиссное иллюстративное присутствие. Насколько иллюстративное, что оно перестает работать как язык, собственно. Да, ну это, собственно, да, это как бы некие следы языка, в общем-то смысле, это такая павшая модель языка, которая не раскрывает свою логику, которая присутствует в форме вот просто вот этого вот по кругу из программы «Поле чудес», который должен создавать некоторые ситуации, но тут, в свою очередь, важно, что текст или материальность, или текст и эффективность, они собираются благодаря некому присутствию на сцене, благодаря самой ситуации. То есть раньше это, опять же, было поискование, это было некоторое более или менее линейное высказывание, но сегодня высказывание является явочным порядком. Вот оно просто сразу выложено на сцену. Весь скрипт, весь словарь, и одновременно все действия тоже свалены сразу. И дальше уже зрители должны с этим как-то разбираться, дальше они как-то должны сами, собственно, действовать, да, и вот, мне кажется, эта разъятость вызывает в том числе зрителей самоуправление. Да, собственно, изобретение коммуникации связано как раз с тем, что ты пытаешься разобраться с тем, каким порядком связаны элементы ситуации, и помыслить их не как объекты, а как то, что проводит некоторый смысл, обладает проводящей функцией. То есть, конечно же, если просто в классическом определении, да, то Лемон говорит, что действие и нарративность – это драматический театр, постдраматический театр работает с ситуацией. И дальше там у него долгие размышления на тему связи перформанса и театра, вот как раз начиная там с конца 60-х годов и 70-х. Ну вот, иногда мы можем эту границу четко провести, скажем, когда Бёрден 22 дня лежит без еды, без воды и еды на антресоле, и зритель, заходящий в галерею, не может видеть, галерея устроена таким образом, что он не может видеть, лежит там художник или нет, и он оказывается один на один с этим телом, которое, может быть, там есть, присутствует, а может быть, и не присутствует, да, тело голодающего художника, он должен что-то с собой сделать, он находится в какой-то ситуации, в ситуации ничего нет, это просто белая галерея, там антресоль, да, куда он не может заглянуть. Но, тем не менее, он должен из себя какие-то силы, актуализировать в себе какие-то силы, которые перестраивают саму эту ситуацию, и то, как она организована физически, никак не связано с тем, как выстраивает её художник. То есть вот это выходит на первый план. Хотя формально ничего не происходит, в сущности, да. Вот эти силы, это и есть то, что потом направляет коммуникацию, то, что перестраивает коммуникации в театре, мне кажется, после 70-х годов, в 80-е годы невероятный расцвет. Да. Просто вот это минимальное количество примеров, да, но все эти тенденции мы видим сейчас, они как-то развиваются и вырождаются, но там был невероятный какой-то коммуникационный бум, да, который связан с тем, как будет выстраиваться ситуация, там, сегодня, может быть, завтра. Вот. Это очень интересно. Да. Ну, что, может быть, попробуем тогда ещё как-то поговорить, если у вас есть вопросы или комментарии, замечания, то… Да, я бы, мне не получалось собрать… Пускайте их в действия, а если нет, то… Да, у меня есть… Давай. Принаверина вопрос. Да. Можешь немножко подробнее рассказать, потому что мне показалось, что есть, ну, может, я как-то почувствую, что есть всё-таки какое-то сходство, там, с русскими авангардистами, например, вот, и, там, может быть, с Ауми тоже, потому что это всё-таки тоже какое-то бронусское движение языка, вот, ты можешь как-то немножко вот рассказать, в чём разница, в чём, не знаю, действительно нету, ну, там, нет никаких сходств. Традиция авангарда опирается, мне кажется. Но говорить, что это вот такое наследование авангарда в чистом виде, я бы не стала. Опять же, именно потому что, ну, вот, если говорить о зауме, да, то речь идёт о каких-то первоэлементах. Скажем, вот эти идеи бедоминиста, там, о трёхсложном корне, вот, вот эта попытка какого-то выстроить язык, который… сейчас, когда есть означаемое означающее всё-таки, то есть есть, во-первых, вот эта материальность, идея материальности и производства, да, а, во-вторых, идея означаемое означающее, их связки. Тут, мне кажется, совершенно по-другому. То есть он создаёт вот этот коллапс языка, то есть от чего высвобождается вот какая-то энергия, и происходит изменение природы у человека, то есть вот эта идея становления животных. То есть, ну, мне кажется, что, конечно, это связано с традицией авангарда, но он дальше уже, он всё-таки в своём историческом контексте находится. Если говорить о формальных приёмах, возможно, да, они наследуются. То есть он создаёт неологизмы, он комбинирует слова. Но происходит их рефункционализация. Он меняет функцию этих приёмов. Они уже не такие, как в авангарде. Вот. Мне кажется, он хочет создать совершенно какое-то трансцендентное пространство. Вот не случайно его там интересуют иконы, её структура. Ну, Малевича тоже интересовала, да? Нет, ну всё-таки в авангарде это чисто семиатические эксперименты. Там радикальная, негативная. Да-да-да. То есть отход вообще от присутствия. То есть происходит, мне кажется, вот материализация языка как такового. То есть это вот для меня очень важный образ мясорубки, условно, языковой. То есть каким-то образом ты вот прямо ощущаешь это вращение. Конкретные элементы отдельные не так важны. То есть у него нет идеи универсального языка, звёздного языка, какого-либо языка. Это как раз у постелующего эта затея. Да-да-да. То есть тут вот какой-то вот это, как бы, ты ощущаешь материальность там, где её нет. Возникает какая-то добавочная материальность за счёт разрушения привычных семиатических схем. Мне кажется, это вот с этим как-то он работает. Ну, опять же, это чистая интерпретация, я не знаю. То есть можно почитать. Ну вот вступление, например, к этой книжке начинается со слов «он больше хочет, чтобы его услышали, чем чтобы прочли». Прочли, простите. То есть это как бы театр именно звуковой и речевой и так далее. Да. Театр для ушей ещё. Звуковой театр называют или речевой театр. Ну что, ещё вопросы? Да. Я так понимаю, вы не хотите свой перформанс подготовить? Да. Документацию надо подготовить. А, нет, у меня вопрос тут. А когда вы это делали, там зрители были вообще? Да, безусловно. Зрители были рассеяны по помещению. Ну ладно, мы не так вот играем. Нет, нет, нет. Нет, ну просто если зрители были, то почему нам не погаснуть? Просто когда это в живом режиме происходит, это одно. Когда это документация, это надо переосмыслить, да? Как форму. Всё-таки документация – это тоже форма репрезентации. Мне надо просто понять, как это представить. Просто либо… У нас не было задачи рассказывать чисто о перформансе. Скорее мы зацепились за практику, потому что материалы опубликованы в этом номере. Но была задача ещё и вот эти контексты актуализировать. И в этом смысле это был только повод. Но, может быть, если мы что-то будем делать, потом отдельно и можно будет показатели выложить. Да. Но, опять же, мне вот нужно осмыслить это. Как это может быть задокументировано? Потому что это достаточно статичные, странные вещи. А вообще вот присутствие тела, вот как ежи-ежи градусов, ты тоже отказывался, чтобы его снимали в спектакле на видео, и есть только пара там случайно записанных, тайн записанных спектаклей, которые, наверное, в таком же качестве, как ваши. То, что ты говоришь о невозможности смотреть документации, это связано с этим присутствием тела, федерацией и невозможности всё смотреть на видео или как-то всё это в каком-то нормальном режиме воспринимать. Потому что до уязвимости записана там? Ну, для меня, конечно, присутствие очень важно вот лично, потому что там происходили какие-то очень тонкие процессы между исполнителями интимного характера для меня. Мы вообще не сговаривали с этим, как это будет, там очень странные процессы происходили. Тебе больше ты интригуешь, как ты понимаешь. Не семиотические. И, собственно, я не знаю, как эти процессы на видео отражены, потому что я находилась внутри. Для меня, если честно, эта документация — это интимный процесс. То есть это набирались корнографически, если честно. Но вообще я должен признаться, что вот среди современного такого англандного театра, насколько я бы был с ним знаком, существует некоторая проблема расшаривания документации. Потому что вот если вы знакомы с работами Кетти, чухров, скорее всего, нет. Потому что они недоступны. Но вы, например, можете читать её как бы тексты. А когда я прошу Кетти выложить документации даже просто лекции, прочитанные в Европейском университете, публичные и так далее, там всё время как бы появляется какое-то препятствие. То есть человек щедро делится своими мыслями в режиме присутствия, если вы приходите на определенную часть к аудитории. Но делать предельно доступным записанное, тем самым неизвимое действие речи, действие самого рассказа о театре, а даже не спектакль как таковой, там всё время появляется какое-то сопротивление. Вот я вижу в этом сильно общую логику отвечать. Ну там просто по ходу установилась какая-то ситуация, и эта ситуация, я не уверена, что вот она передана. Ну да, это вопрос документации. Здесь может быть нужен чертеж сцены, знаете, а не видео. Но на самом деле, кстати, вот есть большая разница между всё-таки театром и перформансом. Я для себя сформулирую это, и мы закончим. То есть театр, мне кажется, это моделирование ситуации всеми возможными способами, да, моделирование каких-то путей, маршрутизации. А перформанс, поскольку он работает с присутствием, это не автономизированное пространство. Вот мы сформулировали случайно, когда гуляли перед перформансом, я сказала, что перформанс – это когда ты тыкаешь иголочкой пространство, и у тебя получается тогда, когда ты тыкаешь, а как бы из воздуха кровь идёт. То есть это максимальное точно действие должно быть осуществлено. То есть это именно точное и интенсивное действие. Ровно здесь, не на пол миллиметра левее или правее. Театр, он более экстенсивен, мне кажется, и здесь он создаёт именно модели, то есть у него такой лабораторный характер. Насколько я могу заметить по тем отсмотренным десяткам материалов, которые произведены. А перформанс связан именно с вот этой точностью. И, собственно, то, что попадали, там, те же венские акционисты, Бёрден, там, другие, это, собственно, и есть вот этот прокол, как бы, воздуха, иголкой, который потом начинает кровоточить. Откуда идёт кровь. Спасибо, что пришли. Да, спасибо. 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 Спасибо.